Выжить в восемнадцатом веке сущий пустяк, если вас не сожрут комары в этом моменте. Потому что арестокаты не впахивают. Никто не делает такие красные щеки. Комары зажали. Я готова. Начинаем туториал. А чем тебе жирная голова не нравится? Я всю жизнь так живу и ничего. Сейчас я на нее ду, но и вода исчезнет. Привет, мои хорошие! С вами Папа Дорога. Опять. И сегодня мы с вами будем мазать смальцем эти волшебные волосы. В прошлом видео мы с вами научились делать помаду для волос. И сегодня мы научимся ее использовать по временам. Единственное правило это то, что хранить помаду нужно в закрытом пространстве, посудине, и чтобы не выветривался запах. Иначе зачем мы туда вбахали столько эфирных масел? Начинаем туториал. Начинается он с того, что нам нужно осчисать волосы, если этого не было сделано до сих пор. Как мы будем делать кудри? Кудри мы с вами будем крутить на такую волшебную вещь, как папилетки. Вообще чудо, что я о них узнала, потому что я где-то год или полтора пыталась научиться делать кудряшки, как у этих прекрасных око-кошек, и у меня ничего не получалось, потому что плойка была то слишком большая, то сжигала волосы, то не держалась, то они распадались, то у них была не такая форма, и папилетки стали просто спасением. Вся хитрость. На папилетке можно накручивать прядь поменьше и прядь побольше. Это все. Некоторые мои знакомые используют для папилеток просто твердую бумагу, достаточно прочную, но в XVIII веке бумага такой плотности, она стоила бы бешеных денег, и использовать ее для такой вот мелочи было бы очень нецелесообразно, даже для королевской семьи. Как мы делаем папилетки? Для папилеток нужно взять полосочку ткани и полосочку бумаги. Накрутить полосочку бумаги на полосочку ткани, а потом на все эти полосочки накручивать свои волосы. Эта помада для волос будет выполнять роль геля для укладки волос. Да, пожалуй, геля. Я слышала, что в XX веке парни помазили волосы, и сейчас некоторые еще увлекаются гелем, но у девушек это как-то ушло из-за бихода. Нужно нанести немножечко помады на свои волосы. Немножечко, потому что она реально достаточно жирная, и для моего типа волос, если переборщить, то просто их будет сложнее отмыть потом. Да, я уже попробовала, и я, конечно, обожаю барокко, но и идеализировать его до неправды, пусть и каких-то радужных мифов, я тоже не собираюсь. Поэтому я вам говорю, если вы переборщите с помадой, вы будете очень долго отмывать эти волосы. Мы накручиваем эту прядь и завязываем попелетку в бантик. Ну, кому-то в бантик. Я завязываю ее на два узла, и потом мне обычно просто нужна помощь, чтобы ее освязать. В принципе, на все мои волосы пойдет около 30-35 штук этих попелеток, поэтому смотрите по своим волосам. Если переборщить с помадой, а это не исключено, это на самом деле не так страшно, но это доставит вам немножко больше хлопот. Если вы будете спать этой ночью, потому что, как правило, я оставляю попелетки на ночь, чтобы они точно вкрутились. Если вы переборщите с помадой, то стоит подложить кусочек льняной ткани, какое-нибудь полотенце. Просто тогда полотенца были льняные. То стоит подложить это полотенце себе под голову, чтобы не испачкать наволочку с какой-нибудь дорогой тканью. Как мы знаем, хлопот стоил бешеных денег. Прядка, смазанная помадой, должна выглядеть чуть влажно. То есть не как мокрые и жирные волосы, какими они являются теперь, а как вот слегка промокшие. Моя голубка Там с ними висят На всех ветвях Голубка Там свеж у чьей-то Звезда моя! Кстати, по пелетке крутили как женщины, так и мужчины. Потому что кудрявые волосы были в моде у всех, а с генетикой так повезло, не всем. Так что благами цивилизации пользовались все, кому не лень. Мы можем увидеть мужчин в пелетках на картинах, мы можем увидеть мужчин в пелетках в фильмах. И это абсолютно прекрасно. Ну, неужели дружба для тебя всего лишь пустой звук? Доброе утро, солнышки! С вами снова я. Я спала носить на пелетках. Поэтому сейчас мы их оскрутим и посмотрим, чем же все это закончится. Поэтому сейчас мы их оскрутим и посмотрим, не увенчались. Увенчались ли мои попытки успехом. Я готова! Где мой мистер Дарси? Мои хорошие, мы с вами получили такие замечательные пудрявшки. И теперь, для того, чтобы они не потеряли форму, нам их нужно напудрить. Для того, чтобы напудрить волосы, нам понадобится пуховка и пудра. Все, что нам нужно сделать, это махнуть пуховку в этот белый порошок и зафигачить все это себе на волосы. У меня есть этот прекраснейший колпак, чтобы во время того, как я буду пудрить волосы, пудра не портила мне макияж. Но так как изначально я не накрашена и моя служанка в отпуске, пудрить меня некому, а я должна бы только держать этот колпак, то обойдемся без него, это будет в этот раз некритично. Я вам его показала. И только белый цвет. В ходу были такие оттенки, как розовый, голубой, сиреневый и, кажется, даже желтый. Вопреки принятому мнению, парики использовали не так часто и чаще сожали прически из собственных волос. Потому что парики это бешено дорого, даже в наше время. Попробуйте найти качественный парик с прической 18 века, даже из искусственных волос. Он будет стоить каких-то нереальных денег. Что уже говорить о натуральных волосах и реконструкции париков. В Европе и США они продаются и они в ходу. Но к нам это с вами не относится. Пудра использовалась в огромных количествах и масштабах, потому что пудрить волосы нужно каждый день. Ну или, по крайней мере, каждый выход в свет, каждый раз, когда используется помада, если мы хотим, чтобы волосы выглядели аккуратно. Одна из версий, это то, что именно такое количество использованной пудры причинило голод во Франции. И поэтому сбушевалась революция. Шашелефам, господа. Почему так? Для изготовления пудры использовали, конечно, те, кто мог себе позволить. Они использовали кахмал. А он был не так дешев, потому что картошку завезли только в конце 18 века. И очень долго с ней свыкались. И в первую очередь использовали как украшение волосы, именно как цветок. А во-вторых, использовали муку. В основном использовали муку, конечно же, рисовую. Те, кто мог себе это позволить. Но производство рисовой муки, она считается как пудра. Очень-очень нежной, очень меленькой. Идеально подходящей под любой тип кожи. И кажется даже гипоаллергенной. Но для ее производства нужно очень много риса, сырья. И очень много времени. Ясное дело, что далеко не каждый мог себе это позволить. Поэтому люди прибегали к более простой замене. К пшеничной муке, например. Опять-таки в муку могли добавляться разные порошковые смеси. Какие-то для того, чтобы ее подкрасить. Какие-то для того, чтобы придать ей аромата. Мы слегка закрепили эти прекрасные пудри. И теперь мы попробуем их чуть-чуть распушить. Видите, технология аутентичная. Но они все равно немножечко распадаются. Возможно, это потому, что даже эти пудри все-таки вышли крупноватыми. Для того, чтобы хорошо держать форму. Следующим шагом я достаю из табакерки шаг. Значит, я попробую посадить прическу маркизы ты помпадурок. По сути, нам нужно взять одну прядь. И зафиксировать ее на затылке. Скручив вот таким вот образом. Штука в том, что я оставила прабор. Если бы я его не оставила, у меня бы вышла еще и прекрасная прядка посередине пряди. Мы берем переднюю прядь и собираем волосы по этой воображаемой линии. Все пряди, которые встречаются на нашем пути. Закручиваем и собираем на затылке. Эти прически часто встречаются на картинах, когда мы видим изображение балерин, танцовщиц или аристократок в образе фора. Как правило, в этих прическах полно цветов. Все это красиво уложено. И эти дамы позируют яко богиня грецкая. Или на пасторальных сценах. Если мы посмотрим на картине мсья Буше, мсьев Аганару, то мы заметим там очень много подобных вещей. Чем мельче и пышнее ваши кудри, тем меньшее количество усилий вам придется потратить для создания аутентичной прически. Но в моем случае будем обходиться теми кудрями, какие есть, потому что переделывать их нереально долго. Кстати, если помады у меня уходит не так много на каждый локон, то с пудрой у нас, господа, большие проблемы. Потому что пудра расходуется невозможно быстро, потому что ее очень много рассыпается, очень много рассыпается в процессе. И я, наверное, не буду использовать слишком много этого оттенка, так как все-таки выход цвета у меня сегодня не предвидится. Но вот у меня еще есть розовая пудра. Хотя, опять-таки, в моем случае этот розовый смешивается с каштановым, и получается нечто немножечко несуразное. В следующем видео я покажу, как шить халат для того, чтобы пудриться, который защитит всю вашу одежду. На самом деле, эту прическу я героически создаю с двумя шпильками. Если у вас будет по одной шпильке на каждую прядь или две, у вас не возникнет таких проблем, как в этот раз у меня. Итак, прическу мы плюс-минус собрали. Хочется добавить каких-то цветочков в волос. Но еще я обещала вам показать, как сделать макияж в 18 веке. Он очень прост. Держится на трех китах. Это пудра, помада и мушки. Пудрим наше лицо, придаем ему максимально бледный оттенок. Чем бледнее наша кожа, тем больше мы с вами аристократим. Бедные люди работают на солнце, средь бела дня, с утра и до обеда, в палящих его лучах. Это не для нас с вами. Мы это подчеркиваем. Почему бледность прислана к аристократии? Потому что аристократы не впахивают. Шляхта на противе, шляхта в июле. Возвращаясь к мифам, ни одна девушка не станет запудривать лицо до неузнаваемости мышьяком. Вот серьезно. Ну а рисовой пудры у нас с вами не так много, поэтому ее мы тоже экономили бы. Я действительно очень редко встречала на портретах лица, запудренные до неузнаваемости. Как правило, это были какие-то дамы постарше, которые им очень хотели молодиться. Тем не менее, поскольку пудры наносим везде, где ни попадя, сплошным слоем, возникает потребность в том, чтобы немножечко оживить эту маску недоступной, божественной, какой-то недостижимой статуи. Поэтому следующим шагом в нашем макияже будет помада. В этот ас уже не для волос. Ну, у меня есть вот эта вот прелестная помада с леди. Вот как делаются эти обзоры? Вот так? Ну, а теперь самое сложное, это с ней все-таки не переборщить. Я, как человек, который очень быстро краснеет, и все это видят сквозь тонну любой пуры, использую очень немного румян. И вам тоже советую, потому что иначе это будет выглядеть как... Нет, не принцесса. Ну, мне все-таки кажется, что те, кто мог себе позволить, заказывали помаду, опять-таки, на основе масел с каким-нибудь текст-актом буряка или с свекольным соком в качестве красителя. Господи, ну, был же у людей вкус, ну, в конце-то концов. Ну, у нас же есть портреты. Никто не делает такие красные щеки, господа. Ну, опять-таки, если мы с вами немножечко переборщили с одним из этих компонентов, именно третий гид приходит для того, чтобы нас с вами спасти. Это мушки. Но, сразу говорю, мушки, они, ну, очень легко и просто теряются. Поэтому одну из своих любимых я уже потеряла, любимого цвета, любимого размера. Так что я вырежу ее прямо здесь и прямо сейчас. Кстати, в то время дамы абсолютно спокойно изготавливали себе мушки самостоятельно. Поговаривают, что они могли быть и в форме кареты, и в форме кораблика, например, возвращаясь к теме а-ля Балькуль. Как-нибудь я покажу вам, как сделать прическу с корабликом. Мы вырезали малюсенькую мушку из шелкового бархата. Сейчас я на нее дуну, и она исчезнет. На сегодня это все. А в следующем видео мы с вами обсудим, сколько же любовников помещается под юбкой у одной знатной дамы.